Продолжение следует... 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 А основная масса вы это помнит и чтит настоящих героев и действительно посчитает этот подвиг, который они совершили 70 лет назад и побудили наш город от фашистов. Правильно? Правильно. Так вот, 5 числа мы откроем фотовыставку, посвященную освобождению города. Здесь у нас на Куликовом поле. Откроется она в 12 часов дня. Можете приходить посмотреть, то есть будем анонсировать это все. Приглашать всех. Пусть приходят школьники, пусть приходят одесситы, пусть посмотрят, как освободилась Одесса. Какой был заряд энергии, как люди встречали освободителей, с каким воодушевлением, цветы бросали, какой был праздник большой. Действительно, большой был праздник для одесситов. Наконец-то Одесса была освобождена от румынско-немецкой оккупации. Женя, а можно приносить фотографии наших родственников, которые были на войне и погибли? Я думаю, что можно, почему нет. Мы должны сделать специальную доску для одесситы, которые встречали в Великой Отечественной войне, которые были непосредственными ее участниками. Почему нет? Кто желает показать одесситам, то своих родственников, пожалуйста, приносите. Еще повторяю, начнем с воскресенья, 6 числа. Я хочу, чтобы мы здесь традиционно собрались в 2 часа дня на Куликовом поле. У нас марша, я думаю, что не будет, если ничего не изменится, я надеюсь, в плохую сторону. Мы должны подготовиться к маршу на 10 апреля. 6 числа мы здесь традиционно встречаемся, мы не будем изменять традиции. Мы будем создавать громаду, общественную громаду Одессы, для того, чтобы как можно лучше самоорганизоваться в нашем городе. Чтобы мы могли наиболее эффективно информировать, действовать более слаженно в нашем городе. Потому что мы, одесситы, должны самоорганизоваться и быть сложены и вместе, консолидированы в борьбе за свои требования, за наших одесситов, которые уже подверглись репрессиям, которых вызывают в СБУ и МВД. И помните насчет СБУ и МВД, да, то есть, которые вызывают по телефону. Первое. Неизвестно, кто это вам звонит, он должен как минимум представиться, сообщить свое имя, одесса, звание. И куда надо подвесить, как минимум. А вообще, вы должны еще после этого проверить, действительно ли есть такой работник СБУ, МВД или прокуратуры, перезвонить. А помимо того, они должны официальную вам повестку принять. Если они отказываются что-то из этого выполнить, соответственно, с этим можно и не выполнять их требования. Потому что все прописано в законах. Знаете свои законы? В нашей стране правильно. Конституция у нас есть. Мы вместе будем бороться. И мы победим. Спасибо. Я согласен. Да, действительно, сейчас очень мощно идет тенденция к евроинтеграции. Мы понимаем, чем это нам грозит. Действительно, посмотрите социалку. У нас возросли цены. С 1 апреля возрастают на проезд 3,50. А с мая месяца возрастают услуги ЖКХ и газа. То есть это только разваливает нашу страну. Поэтому мы здесь не находимся. Потому что мы боремся с вот этим вот беспределом. Правильно? Спасибо. Сейчас мы включим телевизор, чтобы вы могли новости смотреть. Потому что мы все помним, что российские каналы у нас отключены. Но на Куликовом поле всегда можно посмотреть российские каналы. И новости, которые показывают более объективную ситуацию, чем ту, которую представляют наши украинские. И с миг, к сожалению. Спасибо. Завтра будет на Куликовом поле юмористический сатирин. День сатиры. Нет, а зачем нам пугают? Завтра день юмора. Правильно у нас. Мы послушаем.